Трубу починили, но опасность осталась. На прошлой неделе мы показывали сюжет про двор дома на улице Завертяева 9, корпус 2. Почти полгода водоканал не мог устранить порыв трубы. Дошло до того, что затопило подвал и образовалась огромная яма с водой. После нашего сюжета специалисты водоканала приехали и порыв наконец-то устранили. Однако местные жители все равно недовольны. Почему? Узнаете из нашего сюжета. Теперь это место выглядит так, словно тут прошли боевые действия. С одной стороны, люди рады, что после сюжета, который вышел на нашем телеканале, реакция водоканала оказалась незамедлительной. Ведь еще неделю назад эта яма была наполнена водой и представляла опасность для местных детей, а подвал был затоплен. Но с другой, аварийная служба водоканала, которая несколько дней искала порыв трубы, перерыла половину двора. Устранили, приехали представители Умского водоканала, устранили. Но осталось вот это безобразие. Это яма, которая после дождя, заполненной водой, дети лазают, могут упасть, провалиться. Вход в подвал открыт. И вообще разрушен асфальт. Спасибо вам большое, ребята, за вашу работу тоже, что вы нам помогли ускорить вот это вот действие. И приехал водоканал на следующий же день. Они воду дали нам, трубу поменяли, сказали так, трубу поменяли, воду включили, все было нормально. Но вот видите, последствия какие. Водоканал просим, значит, устранить все эти недостатки, которые, значит, вот они здесь наделали. Местные жители говорят, что одну проблему решили, появилась другая – безобразный двор. Для детей безопаснее тут и вправду не стало. Теперь людей волнует, кто и когда займется благоустройством. Оставили после себя полный беспорядок. То есть раскопали, значит, новые ямы, землю вывезли, испортили клумбы, скамейки, асфальтовое покрытие возле дома. В водоканале пообещали устранить все эти недостатки, но мы будем держать все это на контроле, чтобы до конца привели двор в порядок. С вопросами, действительно ли будет приведен двор в порядок и когда мы обратились в водоканал. Два-три дня крайний срок, это начало следующей недели, будет полностью восстановлено благоустройство. В части котлован будет засыпан грунтом, далее укладывается подушка и щебня и после этого асфальт. Теперь будем следить, исполнят ли свое обещание в водоканале. Продолжим держать ситуацию на контроле и обязательно проверим выполненные работы. Максим Кабаненко, Александр Филиппов, Обком ТВ.